Концерт стал дополнением к выставке, посвящённой истории Северного архипелага и Спасо-Преображенскому Соловецкому мужскому монастырю, который возведён на архипелаге в 1436 году и существует по сей день. С начала июля выставку посетили тысячи севастопольцев и гостей города. О селе духа человеческого о нравственном очищении и о поиске дороги к истинной вере севастопольцам поведали с помощью выразительных средств искусства. Фото, видеоматериал, классическая музыка, хоровое и оперное пение, поэзия погрузили зрителей в особую атмосферу. Язык выставки, так же как язык рассудку, он обращается к уму, он даёт сведения, а язык искусства, он обращается к сердцу. Поэтому ждём отклика сердечного, ждём сопереживания ключевых эпохальных событий в Соловецкой истории. Программа концерта раскрыла и красоту северной природы, и основные вехи истории Соловецкого монастыря, эпоха создания и процветания, трагическая участь в 20-м столетии и возрождение в наши дни. Одним из ведущих вечера стал актёр театра и кино Евгений Стеблов. В Севастополе он бывал не раз и утверждает, говорит со сцены о духовном единении русского народа в нашем городе – настоящая честь. Это была инициатива монастыря, меня пригласили, и я с удовольствием откликнулся. Мы тесно связаны с Крымом, а теперь присоединяемся к всеобщей такой крымской эйфории по поводу возвращения Крыма на родину. Музыкальное наполнение вечера обеспечили братский хор Спаса Преображенского Соловецкого мужского монастыря, оперные певцы, Крымский академический симфонический оркестр. Мы можем передать атмосферу века 20-го, например, музыки Шостаковича, да, это как зачин второго отделения. Мы можем попытаться нарисовать звуковую картину Северного моря, как это сделал Мендельсон в своей вертюре гибриды. Мы можем проиллюстрировать какие-то грани, скажем, человеческого подвига, как самоотвержение, как покорность воли Божией. Музыка Как говорят организаторы концерта, история Северной духовной твердыни не дописана, как и стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, посвященное Соловкам. Ведь возрождение этого духовного центра России в наши дни продолжается. Наталья Данилова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.